очень красивая упаковочка вот так вот на подарок дело у девочки в историях она говорила очень невкусная не выбросила здесь половина вкусная половина невкусная вот это вот невкусная макароны какие-то с курицей в среднем 19 долларов вот это вкуснее по-моему вот эту мы брали она всем привет мы сейчас собираемся ехать в костка и хочу опять вам поснимать немножечко ассортимент что и как что почем потому что прошлый раз не все снимала поэтому поснимаю еще нас как бы покупок не много нам нужно в костка мы туда едем только за молоком потому что у меня принципе все есть но молоко нужно а растительное молоко которое нам нравится но только просто поэтому мучимся туда меня смешает бездомный приставать сижу сама с собой с другой стороны как это я как я выгляжу сижу в машине сама с собой и смеюсь вот А, видно, нету вроде. Ступочки хорошие. Ой, такие приятные. Причем они 2 за 94. Нормально. Двадцать три доллара. Нормально. Пробую. Так, еще здесь очень вкусный круассан. Очень. 7 долларов. Сколько их тут штук мы считали? Не помнишь, да? Я тоже не помню. 12 или 13? 12. 12. 12. Два батона за 6 долларов. Обычно в магазине 4,5-5,1. А здесь 2 за 6. Не знаю. Наверное, с чесноком на гриле. Видишь, на гриль ложить. Как в Польше. Помнишь, что были чесночные, наверное? Прикольно. А еще вот эти вот булочки. Очень вкусные где они? С яблочками. Вот эти. Ну, такие, да? Давно мы их, кстати, не брали. Очень много булочек. За 7 долларов вот столько булок. Огромное. Я всегда беру и половину кладу в морозилку, потому что она за раз и не съедается. И бриошек этот очень вкусные булочки. 6 долларов. Здесь тоже 3 килограмма, как в том, да? 30 долларов. А с виною за 20. Брязь и ребра. Килограмм. Почему килограмм? 16 долларов килограмм. Тоже за 36 долларов хороший кусок. Вы на гриле пожарите, вот так вот порезать против волокна. Стейки вот такие вот хорошие. 38 долларов килограмм. Ну, а вот свиной пар 19. И сосиски. Вот я говорила, очень вкусные сосиски. На гриле жарить вот эти я... О, они очень вкусные. Очень. Мы чуть позже их возьмем, потому что пока у нас холодная погода, не особо пожаришь. Ну, вот на неделю можно будет взять 20 долларов. Вот такая пачка. Так, что здесь изготовлено? Здесь макароны какие-то с курицей взять. Ну, в среднем 19 долларов. Греческий салат 22 доллара. Это тоже какой-то салат. С курицей. Наверное, курица и сельдерей, потому что очень пахнет сельдереем. 13 долларов. Креветочка с лимоном. В среднем тоже 24. Лосось. Уже тоже такой готовый здесь. Что здесь? Здесь крабовая палочка вижу. Яйцо. Такая себе, конечно, начинка. Могли бы и получше что-то придумать. Ну, выглядит красиво. Это тоже что это? Что-то азиатское. Лапша удон. Это непонятно. Это свинина. С овощами. Ну, сегодня обратно. Воскресенье. Я, как всегда, когда куча людей, неудобно снимать. А еще очень вкусная вот эта вот говядина. Мы ее здесь пробовали. Кстати, ни разу не покупали так, чтобы готовить самим. 35 долларов. Ну, срее. Хотя вот даже за 45. Но она очень вкусная. Она в каком-то соусе. Что-то типа кирияки. Ну, корейский барбекю. Ну, кстати, я видела корейский барбекю в китайском магазине. Можно попробовать купить и сделать самим. Получится, интересно, такое или нет, не знаю. Так, ножки. Килограмм 7,50. Я уже снимала в прошлый раз. Бедрышки 8,50. Куриное филе. 15 долларов в килограмм. Ну, вот такая вот упаковка в среднем 30-35 долларов получается. Лобстер. Зуб с лобстера. 15 долларов. Две упаковки. Я видела у девочки. В историях она говорила очень невкусная. Не выбросила. Вкусно? Вот это? Да. А это... О! Боже, как он называется? Тарт. С брокколи, с артишоками, с чеддером. Может быть... А вот этот супер, я слышал, вкусный. Сырный брокколи и чеддер. В чем он? 12 долларов. Вот это вот что-то очень интересное такое. На бугиньон, да, похоже? Угу. 25 долларов. О, я очень люблю вот эти вот роллы. Да. А почем они? Только я не вижу. Что-то не видно цены. А вот бёзы. С чем здесь? С курицей. 12 долларов 900 грамм. Какая-то тайская лапша за 19 долларов. Где говяжная лазаня? Угу. Красиво такое даёт. Да. А это гратен, наверное. Ну, не знаю, что гратен, но похоже на. Похоже на гратен. Как это? С сыром. Картошка запечённая. И с бешамелем. А это? Не знаю. Тоже... Баттерчикин. Баттерчикин, да. Прикольно. Ой. Вот так красивая картинка прямо вот туда. Угу. Да, верю. Вот это очень вкусное. Прошу к такому-то. А где она? Непонятно почём. Раньше, по-моему, 8 или 9, да, она стоила? Вот это, ну, такая себе. Здесь... Здесь половина вкусная, половина невкусная. Вот это вот невкусная мортаделла, да? По-моему. Мортаделла? А мне кажется, нет. Не помню. Вот какая-то говяжья. Личина. По 400 грамм. Каждая упаковка 20 долларов. У нас копченый 19 долларов. Здесь 400 грамм. Какая? Вот эта. Вот эта. С индейки. Три по 900... Три по 300 грамм. Три упаковки по 300 грамм. 15 долларов, да? 21 доллар. А я думала, вот в этом монетку. А, ну, 21 у нас. Прошут. 2 по 150, 14 долларов. Но она здесь невкусная. В этом... Не, ну что, пойдём. Вот эта вкуснее, по-моему. Вот эту мы брали, она была вкусная. А та была не очень, по-моему. Это 9 долларов стоит. Здесь 300 грамм. Ну да, 10 долларов, 300 грамм. Ну, хорошая цена. Ты на маркетинг, конечно, ведёшься на эти. Да. Вот. Набор. Очень хороший такой. Мне нравится, например, вот Blackboard. Да. Две упаковки. 20. 20 долларов. Ну, хорошее такое. Оно вкусное. Здесь опы, в принципе, вкусное. Надеюсь, в смысле салан там нормальное. Потому что, что в последнее время везде не очень. Набор? Дурьян. Угу. Угу. Причём. Непонятно. Дурьян 16 долларов. Наверное. Дурьян 80 долларов. Какой-то премиум Дурьян. 80 долларов. Вот это вот. Один. Дорог. Угу. Дороговато тогда? Ну да. Набор соков 40 штук за 16 долларов. Такие маленькие соки. Мы раньше брали детям. Сейчас, конечно, перестали брать. Потому что куча сахара. Лучше воды дать. 12 долларов. Здесь тоже какое-то другое. Тоже вот такие вот маленькие в бутылочках. 24 штуки за 16 долларов. Здесь апельсиновые. Здесь ещё есть соки. Ну, большой. Вот. 3,8. 8 долларов. Манго. Он, наверное, вкусный, кстати, манго. Я не брала, не пробовала, по-моему. Коробка тоже сока. Ну, я думаю, это какой-то такой себе сок, наверное, по качеству. Хотя пишет 100%, но 9 долларов. 6 упаковок. Дёшево это очень. Ананасовый сок. Тоже 6 упаковок за 9,50. И вот этот вот напиточек мы очень вкусный. Здесь овощной коктейль за 17 долларов 36 штук. Очень вкусный. Молоко. Что такое? Где? Не знаю. Какое молочко? Миндальное. Так, а это какое? Это другое какое-то, да? Молоко? Нет, с ванилю оно немножко слажет. Соевое молоко за 9,90. Какое лучше? Не знаю. Это какое-то другое. Мне вот это нравится. Так, ну здесь тоже какая-то ветчина есть. Мы, наверное, заедем в другой магазин, возьмем. Потому что почему-то что-то мне здесь просто не очень оно все нравится. Ой, а я, кстати, говорила, что здесь нет этого молока. Здесь вот это вот очень вкусное молоко. Три упаковки за 12 долларов. Но это без ванили. Мне очень нравится с ванилью. Оно очень вкусное. Сейчас посмотрю. Может быть, где-то здесь еще есть с ванилью. Вот этот вот сок тропикана тоже очень вкусный. Четыре упаковки по литр 917 долларов. Камбуча 8 упаковок 8 бутылок по полу-литра почти 19 долларов. Мачо. Мачо. Вот это очень вкусно. У меня дочка ее берет. 20 долларов. 250 грамм. Она... Это, конечно, очень вкусно, но не нужно. Это кленовый сироп, наверное. Да. Да, кленовый сироп. 740 грамм. 16 долларов. Очень красивая упаковочка. Вот так вот на подарок. Красивая очень. Так, это тоже кленовый сироп. 15 долларов за литр. Арахисовая паста. Две литровые баночки. 13 долларов. Я еще хотела показать хлопья. Мы обычно не берем хлопья. Иногда, иногда. Только позволяем детям. Есть 8 долларов. Ну, это сейчас паций обычно 10 долларов. Вот такие вот упаковки. Здесь килограмм и 100 грамм. Ну, вот эти вот вкусные. Ну, вредные. Там тоже очень много сахара. Очень красивая вареничка какое-то. 13 долларов. Красивая упаковка. Вот такая. Сейчас достану ее. Здесь клубника, абрикос и вишня. Очень миленько так. Кому-то прийти на чай. С таким вареничком, да? Красиво здесь. Так, мёдик. Три бутылочки по 750 грамм. 20 долларов. И вот большой трехлитровый бутылечек. 24 доллара. Так, мне еще нужна соль. Где же детское питание? Не знаю, с каким составом мы такое уже не кушаем. 36 упаковочек по 90 грамм. 14 долларов. Так, что-то здесь какая-то пробка. Не пойду я сюда. Еще есть замороженная пицца. 4 пиццы здесь в упаковке за 15 долларов. Ну, неплохая. Неплохая. Как для замороженной пиццы. Вот она тоже еще с папирони. Пойдет. А с папирони чуть дороже. Это с сыром 15, с папирони 18. Ну, остальные я даже не пробовала. Даже не скажу и не знаю. Вот эти. Так, я хочу здесь найти дамплинги, которые я советовала. Вернее, я пробовала, они были очень вкусные. По-моему, вот эти вот. Или нет? Ну, это гезда. Ну, мы такие гезда раньше брали, покупали. А, вот эти вот. Вот эти вот очень вкусные дамплинги. Они 17 долларов, стоят 1,1 килограмм. Они такие большие, вот такие вот где-то. Вот эти вот, смотрите, такие интересные. 20 долларов за 460 грамм. Наверное, вкусные. А вот, которые я любила, такие квадратные. Вот видите, их в суп добавляют. Ну, они с креветкой, эти 17 долларов. Кстати, я вспомнила, а теперь вспомнила, что у меня дома есть. Нужно сделать же все-таки суп. Это какая-то свинина, наверное, в каком-то сладком соусе, полтора килограмма за 20 долларов. Что еще, крылышки. Вот эти вот крылышки вкусные мы брали. Доллар, 24 доллара за килограмм и 8. Ну, это такое, как бы, все равно, ну, я не особо люблю такую еду. А для меня, конечно, вкуснее самостоятельно приготовить, немножко поморочиться, но сделать вкусно. Так, вот такие вот еще есть замороженные круассаны. Здесь 30 круассанов за 17 долларов. Вы их ложите в морозилку, потом достаете, кладете в духовку, запекаете. У вас классные вкусные круассаны всегда дома. Мы такие не берем, потому что, ну, пока наша морозильная камера не позволяет нам брать такое количество замороженных продуктов. Здесь еще очень хорошие цены всегда на носки, на трусы. Вот смотрите, 17 долларов стоит большая упаковка носков. Там у Филфигера здесь, даже не скажу сколько, а 8 пар. 8 пар носков, ну, как бы, в разных расцветках есть. И также и на женские, и на мужские здесь всегда очень хорошие цены. Ума вот тоже 18 долларов. Очень тоже большая такая прям упаковка. Здесь 12 пар за 18 долларов. Столько можно взять себе носочков. Ну, в ритом, кстати, неплохого качества. Трусы, Фума за 20 долларов. Здесь, 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 здесь. Пять трусов и таких вот боксерок 20 долларов стоят. Шорты спортивные тоже 20 долларов. Двое шорт. А, здесь, здесь шорты и футболка. Это набор. Ну, такое, знаете, как домашняя одежда. И очень доступно, недорого. Классно. Сушеное мясо. На него здесь тоже, кстати, очень хорошая цена. 15 долларов за такую большую упаковку. Ну, я, честно, это не люблю, у меня муж понимает, поэтому он говорит, что вкусное. Вот этот, по-моему, он говорил вкусное. А потом сейчас посмотрит видео и скажет, нет, ты не то сказала, это было невкусное, наоборот. В МДМ 17 долларов. Вот такая вот большая банка гадости. Но иногда можно. Что-то такое красивое. Непонятно. Наверное, кокосовые батончики. Да, 14 долларов за 435 грамм. Наверное, здесь просто нормальный состав. Я знаю, что вот этот вот шоколад все хвалят. Говорят, он очень вкусный. 17 долларов. Сколько здесь килограмм? Он, по-моему, черный, да, 72% какао. Он черный. Но я не люблю черный шоколад. Если бы любила, наверное, бы брала и было бы лучше. Так, а это, наверное, молочный. 18 долларов тоже полтора килограмма. Но это вообще хорошая цена за такое количество шоколада. Но, блин, если я столько возьму, я же все, что я и съем. Так, кешью 18 долларов. Кило 130. За вот такую вот большую упаковку. Тоже хорошая цена здесь. Здесь SRT какое-то. Тоже кило 130. За 16 долларов. Ой, неудобно. Одной рукой снимают, засовывают. Это тоже кешью. Ну, а в чем разница? Ну, ни в чем. Тоже такая же цена. Ну, наверное, может... А, гриль, наверное, с приправами. С вкусом каким-то. Тоже мешанка. Ну, тоже по такой же цене. В общем, в среднем 16-17 долларов. Сташки уже чищенные. Макадамия 630 грамм 19 долларов. Вот такая упаковка. Миндаль 12 долларов. Макадамия тоже чищенная. За 25 долларов 680 грамм. Ой, мне показалось, это сало нарисованное. Здесь тоже это с сухофруктами за 14 долларов 700 чем-то грамм. Вот удобно уже упаковано маленькими упаковочками. Что это? Какие-то орешки с васаби. Непонятно какие. 14 долларов что это. Пока не поняла. Тоже в маленьких упаковочках. Это детям удобно в школу давать. Ну, видите, здесь самым демсом не очень полезно. 28 упаковочек. 20 долларов. Они по 57 грамм. А вот уже полезные орешки. Тоже 30 упаковочек. 20 долларов по 45 грамм. Удобно. Вот в таких упаковочках положи детям снеки в школу. Так, теперь мне в этих очередях где-то нужно найти еще своего мужа. Непонятно где. Я что, в прошлый раз снимала в воскресенье, когда много людей. Что сегодня? Ну, вот прям нравится мне. В огромном количестве людей. Так, ну все, мне надо ему звонить. Выгодно и удобно брать. Вот такими вот большими упаковками там дезодоранты. Ты один раз купил и надолго забыл. Поэтому мы всегда стараемся брать здесь. 15 долларов. Да, вот такой вот. Здесь 4 упаковки. Удобненько. Мужской тоже 17 долларов. Здесь 5 дезодорантов. Тоже здесь 5-11 долларов. Сейчас по акции Old Spice. Ой. Зубные пасты. Вот видите, тоже 16 долларов. 5 упаковок зубных паст. Если вы такими пользуетесь. Поэтому можно выгодно здесь взять. Ополаскиватель тоже. 3 упаковки. 16 долларов. Вот такие вот большие 3 упаковочки. Так. Сенсидин здесь 20 долларов. 4 упаковки. Нормально. Да. Листерин тоже 2 по 1,5 литра. 16 долларов. Ну, слушайте, ну, 1,5 литрового. Вот это вот поставить ее в ванне, занять полстолешницы. Дети ее даже в руки не смогут взять и поднять. Ну, очень удобно. Такими огромными. Это разве что куда-то перекладывать. Смотрите, палочки для ушей. 3 упаковки. 13 долларов. Такие большие. Тоже один раз взял. И надолго забыл. Так. Ну, здесь какие-то крема. Я не знаю, никогда их сейчас не смотрела. Здесь шампуни тоже упаковками большими. Все. Это, наверное, соль для ванны. 5,5 килограмм. 10 долларов. Вот. Да. Мыло, да. Какие-то гели для душа. Не знаю, хорошо или нет. 16 долларов. Большой тоже. Это кондиционер. 10 долларов. Вот. Спонжики для, да знаете, макияжа. 18 долларов. 8 таких больших упаковок. Так. Что еще? Это тоже, наверное, гель для душа. 3 упаковки за 18 долларов. Тоже сенс-1 за 20 долларов. Можно? Можно? Да. Чуть-чуть, если. Это много? Да. Почему? Я так размажу. Меньше. Меньше. Можно, пожалуйста, берите? Все? Нормально? Я потом дальше не снимала. Мне запретили снимать. Надеюсь. Сейчас меня вообще за шкирки не выбросит. Ой, а какая погода. Класс. Так тепло, да? Прям вообще. Классно. Так по весеннему прям так сразу ко мне подошел. Так дяденька сзади такой по плечу у меня. Ть-ть-ть-ть-ть. Нельзя снимать. Ну окей. Сейчас ты отойдешь и все. И не буду дальше снимать, конечно. Не, ну я действительно не снимала. Было очень много людей. Видимо, уже когда на кассах. Потому что, ну так меня видели, что я снимала. Никто не делал замечания. А вот уже на кассах, конечно, видимо, не надо. Ну и там, где мы уже кушали, там тоже была такая толпа. Но не поесть в Коско. Мы, наверное, очередь очень долго даже стояли. Ждали, чтобы просто сесть. Но не покушать. Ну нет, не вариант. Не покушать. Облачка такие красивые, да? Красивые, да, не было. Бористые. Дорога очень хорошая. Так, ну что мы сегодня... Наша главная цель была заезда в Костко. Это молоко. Молоко, листья салата взяли. Потому что мы всю неделю ездили по всем магазинам. Везде были подвявшие просто салат. Ну, листья салата. Поэтому мы нигде не брали. Это вот взяли. Потому что мы постоянно завтракаем с этими листьями салата. Соль взяла. Как раз сейчас высыплю. Потому что вчера закончилась. И я постоянно... У меня если соль закончилась, я могу еще несколько дней жить без сода. Что, естественно, очень неудобно. Ой. Ой, ой, ой. Так, ну я потом аккуратненько разделю. Так, еще взяли вот такую вот подстилку под Оскара еду. Потому что мы сегодня зашли в Долораму. И я увидела, думаю, боже, какая-то нужная вещь. Потому что постоянно его тарелки просто стоят на полу. И от корма, от воды. Он пьет, когда воду, он постоянно ее загребает. И это все выливается. И я постоянно драю потом полы. Потому что остаются такие как будто жирные пятна. Поэтому это, конечно, огромное спасение. Для меня будет. И мне будет спокойнее. Не так будет дергаться глаз. Взяла еще банку для закваски. Она что-то так только тяжело открывается. Потому что уже закваску мою можно закрывать. И как раз удобная банка с толстым дном. Ну, не дном, а с толстым стеклом. Что мне будет очень удобно замешивать закваску. Поэтому взяла такую. И размер очень удобный. Ну, и самое важное, что нужно сделать перед своим днем рождения, это купить вазу. Особенно, когда ты прожил полтора года в Канаде, у тебя нет вазы. Это, я считаю, очень важная покупка. Вот и все. Ну, мы при неже, мы так, по мелочи сегодня промчались. Вот. Поэтому сейчас буду все раскладывать. Ну, что тут раскладывать. И будем с детьми отдыхать. Дальше будем смотреть Венздей. Мы вчера смотрели. Кто смотрел влог, вчера еще не знает. Мы вчера посмотрели уже больше половины. Сейчас будем садиться досматривать. А завтра будем отмечать мой день рождения. Завтра мы едем в поездку. Поэтому поедите с нами. Посмотрите немножко наших местных гор. Они очень красивые. Вот. Поэтому до завтра. Продолжение следует...